Итак, дорогие друзья, мы находимся в очень эксклюзивном месте. Мы находимся с вами в Америке, в штате Калифорния, в месте, которое называется Ирвань. Это так называемое Оранж Каунти. Находится в 40 милях, оранжевая область находится в 40 милях от Лос-Анджелеса. И очень-очень сейчас популярна среди русскоязычных иммигрантов. Почему? Элементарно просто вот за эту красоту. Посмотрите, посмотрите, как тут классно. Посмотрите, насколько тут всё организовано. Это комплекс, который называется The Village. То есть называется как деревня. И за последнее время, за, наверное, два последних года, здесь изначально проживало очень много арабов, китайцев. И с 2020 года сюда переехало очень много русских и украинцев. Ну и вообще русскоговорящих людей. И теперь здесь живут около 50% русскоговорящего населения. В основном это обеспеченные люди, которые мигрировали из разных точек и уголков Советского Союза. И стали жить вот в таких условиях тем, кому не зашёл Лос-Анджелес. А Лос-Анджелес не зашёл по одной простой причине. Потому что там полная труба. Там сейчас такая бомжатня. Запустили очень сильно центральные улицы. Мало где есть порядок. Что, в принципе, меня заставило в своё время переехать в Orange County. С такими же целями. И Ирвань – это город, который по статистике в Америке занимает первое место по уровню преступности. Точнее, антипреступности. То есть здесь очень тихо, спокойно. Я здесь живу уже 4 года. И решил вам немножко тоже показать, как выглядит это место. Действительно, очень безопасно, спокойно. Здесь очень много людей с семьями, с детьми живут. И Ирвань занимает также второе место по Америке по уровню школьного образования. А также детских садов и так далее. То есть здесь всё настолько заточено под семьи, что лучшего выбора не сделать, как не переехать в Orange County, а особенно в город Ирвань. Мы сейчас с вами пройдёмся по вот этому комплексу, который находится очень близко к так называемому «Спектруммолу». Это такая большая развлекательная часть Ирвайна. В принципе, как любой мол, как любые торговые центры, такие, даже бы сказал, такие торговые мини-городки, в которых вы можете найти очень много интересного. Сейчас давайте успеем перейти дорогу. Вот видите, даже вот я вот не успел перейти дорогу, я могу спокойно идти. Никто же даже глазом не моргнёт, а просто дождутся, когда я полностью перейду дорогу. И всё, спокойно все поехали по своим делам. Нету спешки. Стоят вот такие вот кнопки. В любой момент нажимаете, переходите. Все вопросы решены. Вот, ну посмотрите, как здесь вообще посадка растительности происходит. Видите, всё продумано, всё как-то гармонично. Пальмы, конечно, везде будут такие стоять. Вот, кстати, вам для справки, вот такие вот пальмы, чтобы поставить такую пальму, стоят около пяти тысяч. То есть привоз и установка. Дальше мы сейчас пройдём туда прямо. Я вам покажу ещё некоторые части этого комплекса. Здесь на самом деле их четыре. Это одна большая компания, которая называется Irvine Company. Она владеет практически около 80% всего всей недвижимости в городе. Вот, и вот здесь такая вот, видите, сосредоточенная часть четырёх комплексов. То есть это парк, Деларей, Сирена. И ещё пару мест впереди мы сейчас с вами увидим. Вот, и я вам покажу и расскажу, чем славится этот город. И, может быть, если вы будете когда-нибудь путешествовать по Америке, то вы уже будете знать, куда приехать и под что посмотреть. То, что Лос-Анджелес не такой сейчас хайповый, как был раньше, особенно Голливуд. Там развилось, развитие бомжатней всего-всего, там преступности сейчас на очень высоких уровнях, особенно после пандемии, особенно после БЛМ, Black Lives Matter. То есть всё, что связано с криминалом, всё пошло оттуда. Людям просто по закону разрешают воровать до тысячи долларов в сумме ущерба, и вам ничего не будет за это. Просто какое-нибудь предупреждение полиция сделает. Кстати, у меня вот просто завис на ЭТТС, и смотрите, какой цвет прикольный. Вообще прям удачный такой. Сделали рап. С таким цветом крутым. Вот. И вот такая вот площадочка здесь. Это магазин. Прямо внутри этого комплекса находится. Я здесь прожил около двух лет. И получил, даже нет, какой-то вот, четыре года я здесь прожил в этом месте. Потом переехал в другой комплекс. Но остался в очень положительных эмоциях и впечатлениях об этом месте. Поскольку здесь очень спокойно, очень душевно. И всё, посмотрите, как здесь очень гармонично находится, да. Там фонтаны, детские площадки. Здесь старбакс есть свой. Там магазин сзади. Вот. Люди сидят, отдыхают, общаются. Очень удобно. Ну и как всегда, здесь тоже много и китайцев до сих пор живут, арабов. Сейчас русских много стало. Вот. Видите, как вот вы выходите. Даже вот здесь вот первый этаж, это тоже можно взять в аренду. И балкончики, которые такие, вот видите, около прям тротуаров находятся. Можете просто туда зайти кому-то в гости и всё. Вот видите, такие салоны красоты. Вот, видите, вот смотрите, вот здесь живут люди. Калитку открыл, зашёл, всё. Чё хочешь, забрал с балкона. Вот. Поскольку здесь нету воровства, здесь не принято вообще даже там думать об этом, что кто-то там зайдёт, что будет воровать. Вот, вперёд. Всё выставляют на улицу. Велосипеды, видите, даже без проблем стоят. Вот. И здесь ещё есть комплекс, на который мы сейчас направимся. Вот, красиво тоже, видите, фонтаны. Вот так, это такой вот вход в сам комплекс, где вы можете поплавать в бассейне, где вы можете сходить в зал. Это стандартная такая история в таких американских комплексах. То есть у вас есть в наличии спортивный зал, у вас есть бассейн, в некоторых местах есть сауны, различные барбекю-площадки, где вы можете жарить мясо, сидеть, отдыхать, клаб-хаусы, в которых можно просто посидеть, встретиться с друзьями или организовать день рождения. Там есть у каждого свой умывальник. Очень красиво, очень удобно. И не нужно вот как, если какой-то праздник вы хотите собрать друзей, не нужно брать, арендовать какое-то помещение. Можно здесь просто прийти или зарезервировать его под какое-то мероприятие. И все, без проблем, это все входит в счет. Что касается стоимости, здесь в таком комплексе, например, one-bedroom, то есть вот такая, грубо говоря, двухкомнатная квартира, в которой есть спальня, такой большой зал, где вы смотрите телевизор, и дети играют в кухню. Стоит где-то около 3000 долларов в среднем. Где-то, если вам повезет, может быть 2500, это зависит от площади. Два bedroom, то есть это уже почти трехкомнатная квартира. Стоит от 3500 и дальше 4, 4500 и так далее в месяц. Вот, у вас там все включено. То есть, если у вас что-то поломается в доме, в квартире, то это все включено, вам будет чинить бесплатно. Вот, все стрижки, газоны, все-все-все тоже включено. Все, что ходит снаружи, бассейны, обслуживание, подогревы бассейнов, там, не знаю, чистка барбекю, этих печей и так далее, это все тоже входит в эту стоимость. То есть вы, грубо говоря, получаете все включено за вот такую сумму. И вот, посмотрите, я просто вышел из комплекса, и посмотрите, какая красота. Вот это официальное здание Mazda, здесь дизайн-студия, где люди проектируют новые модели. Реально, это, то есть, это вот известно, что в Orange County находится именно дизайн-департмент компании Mazda. И в Irvine также находится, буквально в двух милях отсюда, находится центр под названием Blizzard. Это компания, которая производит игры. Если вы играли в свое время в World of Warcraft, я не знаю, там, Diablo, очень много они производят хитовых игр. Так вот, Headquarters, то есть штаб-квартира, она здесь буквально в двух милях находится, от этого района. И вот мы с вами уже подходим к замечательному месту, которое называется Irvine Spectrum. И вы сейчас посмотрите, насколько здесь круто. Вот, все в пешей доступности. Я прошел буквально, сколько, 5 минут, сделал уже 1700 шагов с какого-то перепуга. Ну, ладно, это, может быть, с моей утренней пробежечкой связано, небольшой. Вот это, кстати, бизнес-центр. То есть здесь не только Mazda, тут еще, по-моему, WeWork есть. Это как Coworking Space. Вот, у них тут, видите, просто такая open area, где можно посидеть, попить кофе, пообщаться, встретиться. Но посмотрите, вообще, в контрасте, как все чисто, красиво. Деревья разных видов. Вот, такие вот аллеи красивые. Тоже заслуживают огромного внимания. И вот сейчас вот много-много, я вам честно говорю, что много сюда приезжают русскоязычных. Я много с кем познакомился перед тем, как уехать из этого комплекса. Причем так люди наезжали, наезжали постоянно. Вот, поэтому он завел много знакомств интересных. Вот, все только с границы бегут, через Мексику. Вы, наверное, слышали, что в свое время, вот когда пандемия началась, особенно когда уже пошли все этими события, началась такая ускоренная программа по принятию беженцев из Украины, из России, через Мексику. И здесь перебежало около 200 тысяч людей за два года, представляете? И все прибежали в ЛА. И сейчас, конечно, кризис аренды жилья произошел, то есть людям надо где-то жить, живут по 6-7 человек. Но с работой очень сложно. Для мигрантов, таких вот, которые еще не успели какие-то документы оформить, вы не представляете, с какими они сложностями столкнулись. И сейчас многие даже развернулись и поехали обратно, когда уже чуть-чуть так подутихло, уже не мобилизация не происходит, ничего так поспокойнее стало. Многие решили уехать, потому что деньги заканчиваются и зачем приехали, непонятно. Все равно жилье в Америке очень дорого, то есть нужно иметь план, четкий план, что вы будете здесь делать. Но не будем о плохом, давайте о хорошем. Давайте еще посмотрим, что здесь и как вот американские вот эти моллы и вот эти комплексы выглядят. Компания AT&T это мобильная связь, а масштабы МТС, как в России. Вот это, кстати, очень известное место называется импрофис. Сегодня тут будет шоу. Это комедий клаб, который собирает постоянно каких-то известных комиков. В основном это какие-то главные герои различных фильмов, которых вы знаете. Роб Шнайдер здесь часто выступает, Марлон Уэйнс выступает тоже. Вот видите, мы заходим, уже где-то музыка играет. Вот, сегодня суббота, сегодня очень будет busy, очень интересно в этих местах. Мамми Бургер это очень известный, сейчас, хотя посмотрим концерт. Мамми Бургер это очень известная компания, ресторан, все эти такие бургерные, которые делают без мяса свои бургеры. То есть, вот эти импассабл мид, которые на вкус не отличаются практически от реального мяса. Но вы практически не употребляете никакого мяса. Средняя стоимость такого бургера около 15 долларов, но очень-очень вкусная. Так, пойдемте посмотрим, что там за музыкант играет. нашествие. Я не знаю, будет ли это видео признать, но посмотрим, как определить нужно ли будет вырезать эту всю сцену. Это кинотеатр. Все киты, сезоны, фильмы, все показывается здесь. Вот такой вот я вам сейчас тур сделаю. Почему я люблю снимать, почему я вот делал этот канал с таким форматом, где я просто гуляю, рассказываю какие-то вещи, может быть, в тех местах, в которых я сам первый раз. А в том, что вы можете реально почувствовать, какая обстановка, что вы можете испытать в этом месте, просто прогуливаясь. Посмотреть людям в глаза, посмотреть, почувствовать вот эту атмосферу жизни, находясь здесь. Обычные блоги, которые выпускают о ютубере, где вам рассказывают там про достопримечательность или в стиле Орел и Решки, то есть так быстренько пробежались, что-то посмотрели, какие-то полеты с дрона, не так цепляет. Вам нужно увидеть реальную картинку, реально, что здесь происходит. Вот такого формата видео, где вы на земле идете и можете ощутить энергию этого места, вот что действительно ценно. Поэтому такой формат мне очень заходит и поэтому я его начал вести. Не стесняемся, подписываемся, если вам нравится, ставьте лайки, пишите ваши вопросы, потому что я много путешествий, я много что знаю, во многих странах я был и могу давать конкретные и реальные советы, где, куда, что поехать. Даже про Америку, любые вопросы. Я здесь уже больше 10 лет и я очень много знаю всего про Америку, вплоть до юридической грамотности, компетенции, до вообще, как тут можно, чем заниматься. Сам я занимаюсь очень много видеопродакшеном, поскольку Лос-Анджелес, Голливуд, вот, и мне это очень сильно зашло и по работе, и по деньгам, поэтому я стараюсь перемещаться, путешествовать по миру и по возможности возвращаться сюда обратно. Хотя очень не против даже пожить в России или в наших странах, тоже испытать какие-то новые эмоции, которые отличаются от Америки. Вот, сейчас мы проходим через обычный такой открытый mall, обычные магазины разных брендов, одежды. Вот. Давайте посмотрим, сколько тут стоит. Так. Вот такое платьишко. Я думаю, что такое на Либаба можно купить за 5 баксов, здесь продается за 64. Вот, можете посмотреть, какое качество. Никакое. Вот. Наценка 1200 процентов. Хороший бизнес. Ну, с учетом того, что люди платят еще за аренду в этом комплексе, можно, в принципе, простить это дело. Знаменитый футлокер. Футлокер – это вся, 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 модная обувка в одном месте. Здесь вы можете найти оригинальные Nike, Adidas, что угодно. Вряд ли вы тут встретите надпись Abibas, потому что все контролируется качеством и надзорными компаниями различными. Ну, так. Ой, здесь этот, The Weekend играет. Я не буду сюда заходить, потому что все равно забанят. Ну, в общем, можно вот отсюда посмотреть с окна. В общем, модная всякая штука. Хотя нет, давайте я зайду. Я просто сделаю сейчас, выключу звук, но покажу вам, что тут происходит. на скидках детская обувь. Air Jordan 89. 69. I'm sorry. Ущемил права ребенка. детская обувь. Редактор субтитров Да, сразу видно, что основное развлечение в Америке – это шоппинг по выходным. Очень много людей приходят, покупают то, что им в основном не нужно. Но сам процесс шоппинга является частью культуры, что, в принципе, неплохо, как и везде. Вот это очень вкусное место, Ярдхаус, называется. Там очень крутые стейки. Если будете в Ирване, обязательно зайдите вот сюда. Сейчас вам покажу. Пого де Чао – это офигенный бразильский ресторан. Там, конечно, не так дешево, но вы попробуйте такого качества мяса, просто потрясающего. И именно за то, что в таких местах по всему миру, вот вы приходите, где очень вкусно готовят, вы можете на вот этом ментальном уровне просто запомнить даже, где это место находится, насколько была вкусная еда, потому что вообще все, что связано с вкусовыми рецепторами, они очень подвязаны к вашей памяти. И поэтому вы даже, может быть, какую-то дату не вспомните, но то, насколько вкусно было в том или ином месте, оно вам вылетит просто за секунды, потому что еда связана с процессом выживания. И поэтому такие вещи, они всегда запоминающиеся. Вот такие вот тут фонтаны есть. Хотит ли то, что значит? Вот тут и всё. Да, это цель, что-то, что-то, что-то делать. Тоже очень много продают Вот в таких мини-шопах Очень Прибыльная история Потому что дети как увидят игрушку Сразу покупают, а наценка бешена Выигрышные позиции, как говорится Сегодня вообще одни концерты Это, наверное, связано С праздником Какой-то у нас тут праздник подлетает Я даже не помню Мемориал Дэй, по-моему, называется День памяти Вот здесь вот такая классная развлекуха Для детей В общем, отсюда выделяется Такой парк И дети Дети просто кайфуют От таких вот мероприятий Особенно вечером здесь Это все очень красиво И очень прикольно выглядит Движемся дальше Банк Capital One Был раньше Просто кредитной карточкой Банк не имел никаких Офисов Просто выдавали онлайн То есть в стиле Тинькова Выдавали онлайн карточки Зарабатывали денег И теперь они открыли вот такое Capital One кафе Где вы можете снять деньги И что-то еще можете Давайте посмотрим Никогда не заходил Что тут вообще А, ну просто такой вот Starbucks пьешь кофе Вот Привет И снимаешь бабло Все Все понятно Ладно, неплохо Неплохо Идем дальше Значит, здесь уже Мы подходим к главной Главной сцене, скажем так Этого места Это колесо обозрения Посмотрите, какой здесь просто Калейдоскоп людей И наций И китайцы И арабы И иранцы И вьетнамцы И русские И украинцы Все Вот Просто смотрите в эти лица И попробуйте определить Из какой страны приехали люди Вот Венесуэла, допустим Вот Тоже ребята Через майку показывают Откуда они А может это просто фамилия Какого-то известного Бейсболиста Вот я уже живу 10 лет в Америке Вообще бейсболом не интересуюсь Не понимаю этой игры Баскидл да, прикольно Можно посмотреть Хоккей тоже прикольно Но бейсбол я вообще не понимаю Просто нету азарта Не могу поймать азарт В чем там прикол Вот смотрите Мы приходим В центральное место Эрвайна Колесо обозрения С очень классной площадкой С очень классной площадкой Которая находится Прям в центре Колеса обозрения Пойдем сейчас пройдем туда Я вам сразу покажу Насколько здесь прикольно С детьми гулять Музычка 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 Вот это придумали Из песка сделали Такой с глиняной смесью Такой вот себе промоушен Неплохо Интересное решение Идем дальше Дальше у нас конечно Хедлайнер Этого места Этого места Это конечно Apple Store Зайдем тоже посмотрим Если нас там Безапойнен допустят Так Мы все ближе Ближе подходим К самым интересным местам К самым интересным местам Этого комплекса Очень тут такая Позитивная энергия Безопасность Тут даже вот смотрите Вот сколько я иду Попробуйте мне найти охранника Хотя бы одного Просто вот где-нибудь Охранника Ну покажите мне Здесь вообще Они не нужны Может быть вот один охранник На весь этот комплекс Ну потому что здесь Все спокойно Здесь ничего не происходит Здесь вот даже идешь У тебя даже нет мысли С кем-то подраться Или там кому-нибудь Что-нибудь устроить Просто нет вот этих Программ в воздухе А в этом что-то есть На самом деле Если у каждого места Есть своя программа Поэтому в некоторых странах Где-то преобладают Определенные действия В некоторых не преобладают В этом 100% что Такое забитое людьми место Да, айфон молодцы Apple сделали айфон И сразу всех На маркете порвали Но я думаю Что самсунг сейчас Имеет более достойную конкуренцию И отвечает очень хорошо На все вот эти новые фишки Не знаю Я не такой уж прям любитель айфона Но в Америке сейчас Даже чуть-чуть поюзан Айфон 14 Можно купить уже С 30% скидкой Ну-ка я сейчас Вот ради интереса У меня же самсунг Сейчас посмотрим У кого камера круче Так Смотрите Сейчас сфоткаем Вот так вот Все Оп И тот же самый Сфоткаем здесь Одна и та же линза Давайте проверим У кого круче качество Увеличиваем Чуть-чуть Я в фокус не попал Ну ладно Хотя бы вот просто Даже вот детали Ну за счет того Что я в фокус Не сильно попал Давайте еще раз Проделаем этот эксперимент Фоткаем ботинки Этого чела Оп Оп Все Проверяем Навшивость телефона Смотрим Контуры линии Четенько И айфон Ой Посмотрите Ой-ой-ой Посыпалась Картиночка У айфона Посмотрите Какая у меня Четкая Видите Я даже вот На максимум Увеличил Посмотрите Контуры И посмотрите У айфона У него вообще Посыпалась Картинка Видите Тут эдж Такой идет Края Искаженность Но с другой Стороны Ну видите То что Такие вот Линии Сделаны Из-за Цифровой Резкости Они Добавляют Такую очень Плоскость Картины Даже вот видите Он немножко делает Скинтон Или может быть Не знаю Это может быть Дисплей Такой Они же Такого Желтоватого Такого Теплого Цвета Добавляют Видите Разницы В чем Видите Тут уже По пикселям Просто Можно разобрать Ну Так скажу Что Очень даже Конкурентны Достойны Друг друга В каких-то Моментах Можно увидеть Разность Разницу В качестве Телефона Вот Поэтому Просто Не стесняйтесь Покупать Айфоны Самсунги Они Друг друга Стоят Они Очень Знают А конкретно С чем Конкурировать Поэтому Качество У них Практически Один к одному Каждый Любитель Может найти Свою Разницу Смотрите Какой Интересный Ресторан Который Описывает Весь Смысл И всю Целевую Задачу Проживания В Америке Всю Задачу Проживания В этой Стране Работай Вася Работай И все У тебя будет Просто Работай Вася Вот такая Вот детская Площадка Здесь И она Конечно же Полностью Заполнена Детьми Не знаю Вот Какие у вас Вообще Ощущения По поводу Этого места По поводу Эрвайна По поводу Спектрума Насколько Вы чувствуете Что Вы бы хотели Жить В таком Прикольном Месте Среди Многонационального Общества Здесь же Не только Американцы Здесь тоже Люди Приехали Со своими Традициями И так далее Очень сложно Назвать Америку И жить Среди Американцев Потому что Здесь же Все 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 Намешанное Поэтому Здесь Публика Очень Смешанная Это все Касается Именно Вашего Мира Ощущения Вашего Восприятия Того Или Места Хотите Ли Вы здесь Жить Или Нет Может Быть Какой-то Период Стоит Пожить Это Тоже Нормально И поехать Потом Жить Другую Страну Каруселька Таргет Ну и В принципе Все Мы сейчас Пойдем Немножко Другим Путем Чтобы Я Показал Более Интересные Места С другой Стороны Хотя Что тут Может быть Интересно Здесь В основном Магазины Еда Сладости Продаются И реклама Конечно Ирвань Компании Мне Кажется Что Вот Этим Вот Как раз Спектрум Владеет Ирвань Компания Вот Этим Всем Молом Вы Можете Почитать В интернете Это Очень Большая Компания Она С 80-х По-моему Годов Здесь Начала Строить Среди Пустыни Просто Начала Строить Целый Город И Вот За Сколько Там 30-40 Лет Она Практически Выстроила Лучший Город В Америке По Чистоте По Качеству Жизни И так Далее Друзья Не забывайте подписываться Не забывайте ставить лайки Будьте щедры Потому Что Этот канал Пойдет Дальше Вверх И мы Проедем Весь мир Мы вот так Будем гулять Во всем мире Может быть Даже Когда Нибудь Улыбнется Удача Мы будем Антарктиде Гулять Среди Мороза Я надеюсь Что Гопро Своим Перегревом Сможет Себя Сама Согреть Да И Меня В принципе И Мы Посмотрим Мир Вот Именно С Так Что Было Еще Интересно Показать Ладно Пройдемся Еще Ну Норстром Магазин Как Магазин Может Когда-нибудь Похавать Зайти Не знаю Это Меня Уже Подложечкой Сосет Даю Возможность Просто Насладиться Обстановкой И просто Посмотреть Что Здесь Происходит Прочувствовать Это Мест Ох Запах Кто-то Надушился Хорошими Духами У Некоторых Людей Очень Странные Пизиономи Скажем Так Да Ох Вот это Классная Тема Это VR-центр Здесь Здесь Просто Капец Что Происходит Во Вообще Капец Огонка За 30 баксов Здесь Можно Поиграть В какие-то Игры Неплохо Видите В компьютер Никто Не играет Просто Стоят Стоит Какой-то Диджей А Сегодня День Рождения У кого-то Парня Классно Идем Дальше День День Ш День День а я точно не в шанхае столько китайцев мороженое подают мороженое за пять баксов и чинят айфоны малыш и В общем, ребята, вот такой вот рвайн, вот такой вот спектр. Я, в принципе, рассказал все самое основное, что вам нужно знать, поэтому не забывайте подписывайтесь на канал и ждите следующего видео. Мы продолжаем наше путешествие по миру. Пока!